Главный вход в Королевский судный двор, или, как его еще называют, Королевский суд Лондона, трудно пропустить. Он находится строго напротив дорожной развилки и, как правило, осаждается массами журналистов, которые освещают очередной громкий процесс. Здесь уже полтора столетия рассматриваются все самые важные гражданские дела. Уголовные слушаются в знаменитом суде Олдбейли. Все предыдущие столетия гражданский суд заседал то в Вестминстер-Холле, то вообще где придется, и это было очень неудобно. На конкурс за право стать архитектором нового комплекса было подано свыше десяти заявок в жанре модной тогда возрожденной готики. Победителем стал Джордж Стрит, о чем он наверняка потом пожалел. Строительство постоянно затягивалось из-за плохой погоды, недостатка рабочих и финансовых трудностей, так что королева Виктория торжественно открыла суд лишь спустя десять лет после начала строительства. Бедный Стрит до этого не дожил. Говорят, последний проект и стал причиной преждевременной кончины. На строительство суда ушло 35 миллионов кирпичей, а его фасады покрыты светлым портлендским камнем, который так любят лондонские архитекторы. Комплекс зданий насчитывает более тысячи помещений, а связывающие их коридоры просираются на три с половиной мили. У главного входа в Королевский суд обычно толпятся журналисты, потому что здесь рассматриваются сенсационные судебные процессы, футболистов, политиков, поп-звезд.